всем здравствуйте и сегодня речь у нас пойдет о консервах и консервных ножах это что можно сделать из консервных банок обычно я пользуюсь вот этой открывашкой советских времен на ней еще цена стоит 43 копейки то есть это сделано весь в советском союзе сколько я у знакомых видела открывашек подобных которые куплены совсем недавно они все сломаны и люди достаются вы свои старые открывашки вот такие ими пользуются я не покупала конечно супер навороченных открывашек которые с роликом возможно да очень удобные но я видела недавно ролик там так ловко открывали такой открывашка на покраю раз 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 и думаю да у меня дома же где-то лежала какая-то штуковина я сроду не знала что это открывашка консервный нож для банок вот сколько себя помню 55 копеек цена стоит я не знаю как она точно называется консервный нож или это открывашка короче будем пробовать открыть это это я всю жизнь открываю а такой пробовала одну банку открыла ну сейчас попробую при вас открыть так что нам надо сделать ее надо расположить вот смотрите а то сколько роликов смотрела не под подробного ни одного не увидела получается нужно вот так она встает вертикально упор вот этот на краешек вот этим ножом надо над к наколоть туда получилось чтобы в итоге он станет вертикально вот видите как он за край получается здесь вот так а сам нож уже тут за вот этим краешком банки так пробуем так он зацепился потихоньку пошел это маленько не получается я эту банку открывала у меня не с первого раза получилось могу еще пошел-пошел давай надо просто приловчится еще боюсь что это все дело сорвется надо на 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 край стала сейчас вот так придвинул я так чувствую открывашка то стоящая но просто надо научиться как бы то ни было мы ее с вами откроем я надо на край стала я просто суда сдвигаю чтобы вам видно было на край стала потому что мало вот здесь место надо на краю стал он как на обрыве чтобы было в принципе все открыто до конца ее совсем щелкнуло так надо подцепить просто краешек вот мне не нравится что она туда утопилась так готова все открыто край получается идеально ровный так баночку мы открыли все прекрасно вот смотрите открывашка вот такая вот у нее получается вот эта штучка подвижная тут ролик крутится вот здесь еще открывашка но это для бутылок такая открывашка короче теперь я знаю как ей открывать всю жизнь она вот лежала у нас столе на старой квартире здесь я не знала что это такое даже родители у меня никогда не не пользовались видать как купили когда-то и так она и лежит я натыкалась в интернете специально вот недавно смотрела случайно наткнулась на открывашки но там были на батарейках которые всякие такие и вот такую увидела но там мужчина пытался пытался он ее даже не примастил к банке у него ничего не получилось но у нас получилось с вами открыли баночку причем успешно так вот эту банку я открывала этой открывашкой смотрите ровный край не режется можно не бояться вообще и теперь что я придумала с банками я теперь их не буду выкидывать какое-то время вот смотрите вот например вот эти можно использовать как кокотницы формочки под что-то можно делать допустим но какие-то такие изделия из теста которая расплывается и форму их нужно или допустим порционные какой-то песочный пирог положили тесто лаз начинку положили закрыли отпекли вытряхнули у вас прекрасный будет такой пирожок просто форму держит лучше форме конечно пирог чем без формы еще сделала вот такое кольцо пожалуйста вот восемь с половиной обычная банка получается 250 граммовая которая 245 там 240 8 с половиной сантиметров в диаметре она получается прекрасные для крупного печенья формочки можно делать кольцо для салата используйте как кольцо для салата вполне прям или можно какие-то омлеты делать чем не форма для омлетов да можно что угодно придумать до этого я делала кстати вот например вот это открыто вот это открывашкой обычный край получается вот здесь был ребристый такой я аккуратненько его отогнула пассатижами и молоточком все простучало вот получается вот такой край то есть мы даже если нет такой открывашки или что-то типа такого обыкновенно открываете краешек чуть-чуть вот туда отогнули чтобы молотком можно было подобраться и прям молоточком простучали все короче консервным банком нашла применение вторая жизнь вот такие вот пироги будем делать и пироги еще даже можно знаете есть консервные консервные паштетики маленькие которые вот так в наклон немножечко не прямые а вот так так те можно вообще использовать завести наделать формочек допустим стучит наделать формочек и выпекать можно будет потом пирожные делать тарталеточки отпекать потому что я знаю очень дорогие покупные формы именно конкретно кондитерские вот эти вот все прибамбасы очень дорогущие обыкновенный скребок стоит самый дешевый 200 рублей металлические с нержавейки обыкновенный скребок который можно сделать из ведерки пластиковые продаются под краску ведерки вот эти все крышку взяли разрезали пополам и сделали себе из нее скребок все они продаются под 200 рублей так что можно формочек наделать каких угодно большие консервные банки которые есть даже там пяти литровые точно так же сделали формы можно кольцом можно вот так сделать паски выпекать пасхальные куличи вот в эти кстати можно куличики тоже делать фольгой просто вот так на вставлять и все вот вам пожалуйста и маленькие можно ромовые бабы те же самые да что угодно можно придумать тому же у кого как фантазия работает короче вот сегодня я с утра встала и думаю сниму-ка я видео наверное такое сделаю почему бы нет кто-то знает а кто-то и не знает кому было полезно пожалуйста подписывайтесь на мой канал еще будут всякие разные идеи и рецепты и фильмы все что хотите предлагайте что-то новенькое будет еще на канале пишите прям рассмотрю все предложения так что смотрите плейлисты смотрите кино смотрите жду предложений если понравилось от вас лайк и подписка всем до свидания до скорых встреч что есть надолго не будем прощаться как по моей уже сложившейся традиции я всех жду и всем буду очень рада до свидания до скорых встреч